Друзья, сегодня расскажу, как прошло главное политическое событие лета – дебаты между Трампом и Байденом. Освещу ситуацию вокруг нефтедоллара и того, как Саудовская аравиатипа перешла на новые деньги для расчетов и в чем тут подвох. А также расскажу о новой большой надежде для крипторынка, связанной с Трампом. Подписывайтесь на канал и давайте разбираться! Если посмотреть на результаты опроса CNN, который проходил в прямом эфире во время дебатов Байдена и Трампа, то Дональд одержал уверенную победу, как говорится, в одну калитку. В поддержку Трампа высказалось 67% участников опроса, а Байдену досталось только 33% голосов. Если разбирать подробно сами дебаты, то напрашиваются крайне интересные выводы. Так все отмечают, что это было соревнование между недееспособным и мошенником. Речь о том, что Байден не выглядел как человек, способный еще 4 года управлять ведущей страной мира. Он запинался, терял мысль, у него садился голос. А Трамп получил свое определение как мошенник по двум причинам. Первое – это его судебные приговоры, а второе – что он банально манипулировал фактами и подтасовывал события, чтобы выставить в плохом свете своего оппонента и показать себя с выгодной стороны. Собственно, именно в этом и состоит смысл дебатов. Понравится избирателям, и у Дональда это получилось намного лучше. Если разбирать выступления кандидатов, то каждый из них назвал противника виновным в высокой инфляции, проблеме с мигрантами и пообещал все решить в случае победы на выборах, в том числе остановить войну в Украине. Причем Трамп обещает сделать это еще до своего вступления в должность, то есть до начала 2025 года. И, конечно же, традиционно они обвинили друг друга в работе на Китай. Самый интересный результат этих дебатов в том, что, как я говорил раньше, американцам нужно выбрать из двух зол наименьшее. И они явно склоняются к Трампу, потому что мошенник на посту президента – это лучше, чем недееспособный человек. Поэтому в рядах демократов началась паника. Они в срочном порядке ищут замену Байдену, так как не верят в его возможность победить. При этом спохватились они очень поздно и вряд ли замена будет произведена. И если это и случится, то новый кандидат просто не имеет достаточно времени на проведение избирательной кампании. Этих дебатов также ждали на крипторынке, ведь Трамп в последнее время активно выступал в поддержку отрасли, даже назвал себя криптопрезидентом и обещал прекратить войну Байдена против криптовалют. Но Дональд делает подобные заявления исключительно перед подготовленной публикой, поэтому непосредственно на дебатах про криптовалюты никто даже не вспомнил. Выборы в США – это события, которые окажут прямое влияние на геополитику и, как следствие, все финансовые рынки. Поэтому я продолжу следить за темой и буду держать вас в курсе. Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал, а я перехожу к следующей теме. Конец нефтедоллара был официально объявлен 13 июня в твиттер-аккаунте BricsNews. На самом деле данная тема была сильно перехайплена и было много вопросов в комментариях, поэтому сегодня я решил ее осветить. Смотрите, аргументы для данного заявления заключались в том, что срок 50-летнего договора между США и Саудовской Аравией о том, что они могут продавать нефть только за доллары и стек, а никакого нового соглашения подписано не было. Теперь саудиты официально могут продавать нефть за любые валюты, например, евро, юани, рупии и так далее. Идея в том, что теперь Саудовская Аравия откажется от торговли нефтью за доллары, его доля в международных расчетах стремительно начнет падать, что спровоцирует отказ других стран от использования баксов для платежей, а затем они начнут удалять их из своих золотовалютных резервов. Также теперь саудиты будут получать меньше долларов, а значит будут меньше вкладывать их в казначейские облигации США, тем самым ухудшат состояние дел с американским госдолгом. Выглядит как надежный план, но во всей этой истории есть множество нюансов. И первый из них в том, а было ли в принципе такое соглашение. Сомнения в этом высказывают как в социальных сетях, так и различные эксперты, потому что все сторонники истории про конец нефтедоллара не могут показать данный документ. А само понятие нефтедоллара никогда не было каким-то стандартом, типа золотого стандарта. Его просто придумали экономисты и политологи, чтобы как-то объяснить работу международных расчетов. На самом деле США и саудиты действительно проводили переговоры 50 лет назад, и там было достигнуто соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевало технологическую и экономическую помощь со стороны США взамен на нормализацию ситуации на нефтяном рынке. Были ли там какие-то пункты о том, что Саудовская Аравия может продавать нефть только за доллары, никто достоверно не знает. Возможно, они просто обсуждались в частном порядке, а может быть система была построена таким образом, что им просто не имело смысла продавать нефть за другие валюты. Также важно понимать, что саудиты могли начать торговать нефтью за другие валюты еще в прошлом году, просто данная информация является скрытой и ее не получается проверить. Но то, что известно точно, что в прошлом году они подписали договор с Китаем о так называемом валютном свопе почти на 7 миллиардов долларов. То есть фактически создали условия для расчета в национальных валютах между странами. И им это выгодно, так как сейчас Китай важный торговый партнер. Они продают им много нефти и покупают взамен много товаров, поэтому есть смысл перейти на расчеты в юане, чтобы не тратиться на обменные операции с долларом, а заодно скрыть эти сделки от американского надзора. К чему это приведет в будущем? Если вы ждете, что отказ от нефти доллара приведет к глобальному сокращению использования доллара, то вынужден вас разочаровать. Определенный процент снижения, конечно же, будет, но не более того, потому что Китай хоть и основной покупатель для Саудовской Аравии, но не единственный, и с остальными странами они будут торговать именно за доллары. И точно так же будут делать другие экспортеры нефти, в том числе сама США, которая еще осенью прошлого года вышла на первое место в мире по показателям добычи черного золота. И также не будет проблем с финансированием американского госдолга, пока за него дают хорошую цену, и мировой консенсус состоит в том, что проблема, конечно, есть, но она не приведет к дефолту или чему-то подобному. Процессы сокращения со стороны Китая доли инвестиций в трежерисы – это не про то, как Пекин придумал хитрый план победить США. Это о том, что китайская экономика нуждается в финансировании из-за целого ряда проблем. А еще мистер Си Цзиньпин активно раздает деньги другим странам ради политической дружбы. Эти деньги надо где-то брать, а Саудовская Аравия придумала крайне амбициозный план по перестройке страны, на который не хватает финансирования, и они вынуждены проводить дополнительную продажу акций своей главной денежной жилы топ-1 нефтяной компании в мире Сауди Арамко на 12 миллиардов долларов. Вот так обстоят дела в мире нефтедолларов. Поддержите ролик лайком, чтобы как можно больше людей его посмотрели и поняли, о чем идет речь на самом деле. А у меня для вас еще финальная тема насчет криптовалют. Пока биткоин не может определиться, падать ему ниже 60 тысяч долларов или дно коррекции уже сформировано, рынок ждет даты 2 июля, когда должны начаться торги с потовым ETF на топ-2 криптовалюту Эфириум. При этом глава сек Гэри Гэнслер продолжает держать всех в напряжении и не дает никакого четкого понимания по срокам. Но ребята из Reuters смогли откопать инсайт, что 4 июля мы все-таки увидим криптовалюту Виталика Бутерина на фондовых биржах. Рынок на самом деле не поймал большой волны позитива и не отправился на разворот, потому что никто не отменял правила «покупай на слухах и продавай на фактах». А еще аналитики указывают на то, что спрос на ETF на базе эфира может оказаться слишком низким и поэтому вместо альтезона мы получим распродажу. С падением топ-2 криптовалюты в диапазон от 3000 до 2400 долларов. И я склонен согласиться с этой точкой зрения, потому что в случае отсутствия покупателя на новый биржевый продукт, у крипторынка могут начаться кратковременные проблемы и это лето принесет еще больше боли. Но есть и другая интересная новость. Компания OneEgg подала заявку на ETF на базе Солана. Монетка тут же вернулась к росту и на какое-то время даже биткоин поднимался выше 62 тысяч долларов. А трейдеры уже спешили объявить возвращение к росту. Как писал в своем канале в Телеграм, можете подписаться на него по ссылке под видео и первым узнавать о главных событиях в мире криптовалют и традиционных финансов. Сейчас надо следить за двумя моментами. Первый. Будут ли эмитенты других криптовалют ETF типа BlackRock и Fidelity подавать заявку на фонд на базе Солана? И второй. Как пройдут выборы в США? Ведь возвращение Трампа может означать смену Гэнслера на посту главы SEC. И тогда уже в 2025 году ETF на Солана и другие альткоины станет полностью реальным. А пока ждем следующий раунд дебатов между Байденом и Трампом. И уже составлен рейтинг вероятности новых криптовалютных ETF, которые я сегодня опубликую в Телеграм. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Субтитры подогнал «Симон»!